В Хабаровске свои плоды принесли сразу несколько проектов в сфере импортозамещения. Открылся завод по производству экологически чистой салатной зелени, аграрной технологии будущего. В теплицах индустриального парка «Авангард» собрали первый урожай овощей. Продукция от местных производителей в первую очередь ориентирована покрыть запросы горожан. Основной упор делается на качество. Созданы действительно идеальные условия для произрастания этого салата. Световые, температурные и прочее. Он получается на вкус идеален. И причем это не какой-то отдельный лист, а это вся продукция, все 100%. Сам завод представляет собой небольшое помещение, где на стеллажах с 6-метровым потолком находятся лотки. К ним подключены насос с водой, датчики, а также диодные светильники. В лотках произрастает салатная зелень. Процесс подачи воды, света и воздуха регулируется компьютерной программой. На основе гидропонной технологии выращивания в крытом помещении исключен главный риск для сельскохозяйственных предприятий – погодный. Мы знаем, что в Японии высокие очень стандарты качества продуктов питания и экологические стандарты. И когда вот нам показали вот эту технологию, которая в принципе даже кроме Японии мало где была тиражирована, буквально у них были пилотные проекты в одной или в двух странах, мы решили ее адаптировать и применить в нашей стране. Технология основана на полном отсутствии химических обработок растений. Даже для того, чтобы попасть в помещение, специалисты проходят три степени контроля. Экологический чистый салат, по заверениям технологов, после приобретения и снятия упаковки не нужно даже мыть. Эта технология очень популярна в Японии. У нас в стране 300 таких заводов. Мы хотим совместно с инвесторами открыть производство в Москве, Санкт-Петербурге и Якутии. Мы верим, благодаря этой технологии и полезным продуктам еще больше укрепится сотрудничество России и Японии. В России этому заводу нет аналогов. Даже в Европе пилотные проекты реализуются точечно. Заводы строятся всего в нескольких странах. Получим новую продукцию, которую еще не производили нигде в России. Город Ховарск здесь оказался на первом месте. Поэтому нам очень приятно, что жители города смогут воспользоваться этой продукцией. Предприятие называется «Аграрная технология будущего». Мы сегодня видели, что это название «Аграрная технология» во множественном числе. Надеемся, и в дальнейшем будут применяться при производстве сельхозпродукции. Мощностей завода хватает на производство свыше 10 тысяч единиц салатной зелени в сутки. Срок хранения растений до 45 дней, а это значит, что насладиться салатом из будущего смогут и жители соседних регионов. И еще одним шагом обеспечения продовольственной безопасности в городе является увеличение полюбившихся горожанам ярмарок выходного дня. Тут свою продукцию представляют подворья и фермерские хозяйства края. В этом году мы хотим расширить количество мест ярмарки выходного дня. Это дает возможность привлечь все большее количество владельцев частных подворья, крестьянско-фермерских хозяйств. Мы увидели, что за 6 лет прошедших ярмарки, они значительно в 2-3, некоторые в 10 раз увеличили объемы производства. То есть предоставив возможность реализации собственной продукции, мы увидели, что сельское хозяйство стало развиваться. В этом году для производителей сельхозпродукции будет организовано 370 торговых мест на самой главной ярмарке. Новые площадки организуют в районе Депо-2 и заводоуправления поселка имени Горького. Разрабатывается муниципалитетом и новая концепция – привлечение сельхозпроизводителей в город. На территории Хабаровска есть ряд пустующих земель, которые фермеры могли бы взять в разработку. Это тепличное хозяйство, это племенное хозяйство, выращивание, животноводческое хозяйство. Все это вполне в городе или в пригороде может работать и развиваться. Фермеры, желающие выращивать сельскохозяйственные культуры в городе, уже есть. Хабаровское предприятие по переработке сои готово засеять ею свободные площади хоть завтра. Все земли, которые мы сегодня посмотрели, их можно довольно-таки быстро везти в оборот. Куда приятнее, когда едешь и видишь засеянные поля пшеницей или соей, или овощами, чем вот этой полынью. Это же прекрасно. Сейчас в муниципалитете разрабатывают концепцию рационального использования брошенных земель в сельскох назначения. Первым шагом будет полная инвентаризация таких территорий в городе. Затем начнется работа с собственниками пустошей и поиск инвесторов. Субтитры создавал DimaTorzok